В этой экспозиции можно проследить не только творческую эволюцию автора. Дагестан в своей естественной красоте, в его самых значимых исторических событиях и личностях предстает перед зрителем. С таким багажом подошел художник Амирхан Магомедов к своему 55-летию. Творческая одержимость, по признанию многих коллег, далеко не единственная отличительная черта художника Амирхана Магомедова. Учителя ценят его за неутомимое стремление к самосовершенствованию, коллеги – за преданность профессии, зрители – за искренность и непосредственность. Художников вот с таким непосредственным взглядом, которые вышли, которые выставляются, ну, редко можно найти. Тем более, что Амирхан, он на жизнь смотрит непосредственно через призму любви, уважения к людям. Сопричастность, как отметили выступающие на открытии юбилейной выставки Амирхана Магомедова, авторская кредо художника, его творческая и гражданская позиция. В ней суть его отношения к действительности, к красотам родного края, к его трагическому прошлому и светлому настоящему. Именно поэтому Амирхан – активный участник не только художественной, но и общественной жизни республики. Он очень много от себя завистили делает для поднятия имиджа нашей республики, имиджа нашего союза и принимает активное участие во всех мероприятиях республики и за ее пределом. Я не художник, я только учусь, скромно признается Амирхан Магомедов в свои 55. Вершины изобразительного искусства он начал постигать со школьной скамьи, когда пытался довести до совершенства искусство шарша. Первые пробы карандаша навсегда определили его творческий путь. Сегодня Амирхан Магомедов с честью несет высокое звание художника. С радостью он делится со зрителем самым ценным из своего наследия. Более 130 работ из избранного художник представил в экспозиции под названием «Мой мир». Мир Амирхана Магомедова наполнил всеми красками жизни. И всегда этот мир глубоко прочувствован, передан предельно искренно. Меня именно творчество Амирхана Магомедовича цепляет красками. Вот эти сочные краски и мысли. Вот полет мысли, полет фантазии. Насколько он такой художник с таким богатым воображением. Вот это меня вообще воодушевляет. Вот смотреть и смотреть хочется на его картины. Мне представлял он другую специальность. Так как у меня с детства было, когда я еще начал, первый класс ходил. У меня были способности. Я рисовал для всех. И шаржи делал, и зарисовки делал. Во время других, там, математики или там, физики. Когда это всегда замечание мне делали, даже и выгоняли такое было. Я делал на учителя шаржи и наброски. Поэтому как-то я улегся этим и любил я это рисование с детства. И дальше уже три класса закончил. После этого я получил возможность ходить в художественную школу. У нас была организована художественная школа. Четыре года туда ходил я. Мне посчастливилось, что такая школа была. И решил поступать. Хотя родители не хотели, чтобы я был художником. Считал, что это несерьезная работа. И в армии я уже продолжал это рисовать. Там оформительскую работу делал. Когда в школе учился, на сегодняшний день это стоит у меня в нашем классе, который я в 8 классе делал. Классики дагестанской литературы, и классики русской литературы. Во время процесса учебы в художественной графической факультете занимался я, значит, по заданию учениями темы, учениями постановками. Участвовал в пионерии, участвовал в всех наших конкурсах, участвовал, значит, в всех просмотрах. Выставлял чисто учебные работы. А так, параллельно, я занимался дома, в свободное время. Можно сказать, я начинал уже студентом творческий путь. Это был юношеский максималист, можно сказать, и хотел показать. Потому что это никто не видел. То, что я учебник постановил, то, что я работал, делал. Это делал я, чтобы получить оценки. Это по плану, по учебнику плану. И так я и защитил дипломную работу. Дипломная работа у меня сегодня находится в четвертом этаже. Главного корпуса Педа-Университета Древней Греции. И реалистические, и фантазии, и философские. Все идеи и мысли мы можем вырезать с помощью красок. Красок разных. Игра светотонов, игра холодной, теплой. Поэтому это целая там наука, можно сказать, философия. Но каждый художник находит себя и палитру, и видение. И используем. Ну, я люблю очень яркие цвета, светлые цвета. Потому что я получаю удовольствие, когда этим я хочу людям дать тепло, радость. После 90-х годов у нас, значит, была в Дагестане создана киностудия «Кавказ». Гаджимурад Амаровым. И собирали материал, снимать фильм о Гаджимураде. Приехали группа московских режиссеров. В том числе во главе с Эмилом Латяном. Это известный режиссер. И с ними были, значит, 8 человек. В том числе и главный художник, представитель Александра Николаевича. Меня пригласили в эти киностудии. Пригласили, естественно, конечно, со своими работами. Когда показывал эти работы, им понравилось. Мы вместе с этим человеком, этим художником, замечательным человеком, мне пошастливилось. Я очень многое черпал от него. Он мне очень многому научил. Там задачи, цели, какие должны быть. Каждый день подведения итогов, или неделю один раз, рассматривали эти эскизы, исправляли. В конечном итоге, я уже закончил, не видно, должны были представлять и представляли. Значит, все должны были выполнять оружие именно того периода. Должен был соответствовать эпохе. Значит, должен был соответствовать их костюмы. Должен был соответствовать интерьер комнаты. Там, так же, как у горца, так же, как у тиблицы. И, в конечном итоге, значит, все это должны были изготовить, бутафорные изготовления этих предметов. что там копии, узда, пороховницы, кинжалы. Несколько раз была попытка, то и Даниэль хотел это, он главным режиссером был. Ну, какой-то, не знаю, неудача, невезение. Все время не доводил до конца вот этот фильм Хаджи Мурада. Тогда Лансерепи делал его наброски для этих фильмов, для декорации и так далее. Ну, в России пока нету фильма о Хаджи Мураде. Я думаю, это придет время. Благодаря спорту я сохраняю свою хорошую форму, работоспособность, энергию и мысли хорошие в здоровом теле. Это древние греки говорили в здоровом теле, здоровый дух. Поэтому я продолжаю и сегодня. Это меня мотивирует, это я вдохновление получаю больше. Этим я, можно сказать, живу, дышу, развиваю свое мировоззрение. Я люблю именно вот марафонский бег. Это другого нету вида, где более массово почувствовать себя среди людей. Это не просто механически ты бежишь просто. Мозг работает, размышляет, думает. Какие-то мысли приходят. В общем, ты развиваешься, ты живешь, ты наслаждаешься этой жизнью. С самого старта до финиша я, в первую очередь, это посвятил памяти первого марафонца, фидеоиток. Это мои медали. Наиболее ценные здесь у меня четыре международных марафона московские. Вот это Ташкент. Конечно, здесь остальные чемпионаты Дагестана и так далее. Это у нас как бы традиционные, которые мы проводили. А вот этот марафон, который я бежал 90-летию нашего великого поэта Расулу Гамзатова, я посвятил ему свой подарок, как бы я чувствовал, что я должен делать именно хотя бы, потому что я большой поклонник и любитель его творчества. И с этой книги Расулу Гамзатова в руках от старта до финиша я его донес и посвятил этот марафон ему. Давно закончилась Кавказская война. Образ Шамиля Имама, он остается. Он остается как человека, который всегда стремился объединить Дагестан и дагестанцев. Когда в Дагестан со стороны угроза поступает, все дагестанцы всегда объединяют и становятся едиными. И благодаря этому мы, можем сказать, сохранили сегодняшний Дагестан и 90-е годы. И вот это именно тот 99-й год, когда дагестанцы все объединили, не допустили сюда, чтобы здесь, в Дагестане, были такие массовые беспорядки. Именно эта работа была написана, и с такой идеей, идеологией, чтобы еще раз вспомнить память этого великого человека. Здесь как бы последнее решение имама. Это было такое серьезное решение, и, как здесь вы видите, уже были большие потери, много были убитых. В переднем плане это могильные камни, это наиби. Это было очень тяжелое решение. Благодаря именно вот такому решению, мне кажется, мы живем, продолжаем, развиваем, строим, созидаем. И со всеми вместе остаемся, как преданные и любящие свою страну. Пейзаж – одно из моих любимых видов. Особенно я люблю находиться в природе, с гармонией природы, гармонией красоты. Я чувствую себя совершенно свободным, бывая в таком состоянии одухотворенном, потому что в природе всегда ты слышишь только пение птиц или шуршание листьев или травы. А также, конечно, видишь святое, как будто ты ходишь на бархатном ковре и такое ощущение. Конечно, увидев это, увидев это, находясь там, человек плохо думать не может и плохо делать не может. Рядом, 12 километров от нашего города, Махачкалы, находится вот эта гора Сарикум, Печаная гора. И много легенд о нем ходят и говорят, что это как образовалось и так далее. Я совершенно, можно сказать, когда был на тренировках этих марафонских, перед марафоном, подготовкой, я оказался в этом районе, отсюда делали пробежки, и увидел это все такое состояние. Мне буквально, когда я увидел, после дождя и солнца, и буквально я замер, с собой у меня ничего не было, я был на тренировке, пробежка еще обратно надо было бежать. И я до самой этой запретной зоны пробежал, потому что мне это было интересно. И тогда у меня возникла идея писать эту работу, потому что не писать невозможно. Обратите внимание, как он прямо как слиток золотой, среди вот этих гор, среди этой серебряной речки, и зеленые, вот это бархатные ковры, все появляется, такая золотая гора, это как пирамида золотая. И вот это чувство у меня сохранилось, и решила эту работу делать, потом поехала я туда специально, взял этюдник, писал с натурой, изучал, делал наброски. Вот так появилась идея. Мне посчастливилось. Меня пригласили в 2014 году на международный премьер, который проводит в Белгороде, Сербии, городе Шип. Это международная группа. Там участвовали художники Германии, Англии, Австралии, Македонии и Сербии, а также с Россией. Вот меня пригласили, я, можно сказать, 14, 15, 16, 17, уже три года я каждый год езжу летом, работаем. Работаем, значит, у нас по программе. Это такое серьезное мероприятие. Можно сказать, присутствует, значит, посол России, приезжает именно на это мероприятие. Это говорит о том, что большой дружбе, это сама пеленер называется сербско-русская дружба, которую проводят традиционно. При завершении организуем выставку. Также каждый художник носит дар этого города Шип, свои работы. Теперь у меня, можно сказать, за три года накопилось уже больше 20 работ. Плюс этому еще каждый художник пишет, значит, портреты, дарит людям, которые непосредственно, чей портрет писали, на память. Храм, в котором мы жили с 17 века, это называется Русский двор. Там все условия. Мы приезжаем туда летом, а так внутри детский сад. И действующий храм, идет служба каждую пятницу. Это уникальное сооружение. Там идет подвал, погреб, значит, там трапезная. И, значит, где аудитория, детский сад, спальня, где уроки рисования, там рукоделия, кружки, а также там других предметов, математики. Ну, все как положено, оборудовано, как в школе. Когда учился, мне очень нравилась скультура, мне очень нравится лепка. Я и сегодня занимаюсь лепкой, и сегодня я делаю и такие скульптурные работы. Для этого должен быть любовь и желание, и терпение, усидчивость. Орел, все мы знаем, это наш символ, символ Дагестана, символ России. И у нас герби, это как символ он. И так как этот гор, парящий орла, так же, как мы все знаем нашего известного бойца Хабиба Нурмагомедова, вот сама это я как бы посвятил ему, его победе, орлы клетки не сидят. Этот человек вошел в историю. Он сделал уверенный, смелый, я, как понимаю, считаю, шаг и одержал уверенную, чистую победу. И посвятил ему вот это лавровое венком, как раньше в Древней Греции победителей награждали. Если глубоко изучать поэзию Расулу Гамзатовича, я думаю, любой человек не останется равнодушным. Настолько он, как красиво пишет наш край, настолько он поучительно и молодой, и взрослый, и средний возраст людей призывает любить маму близких, родных, родной очаг. Как, значит, сохранить родные, свои корни, сохранить целостность, сохранить общий Дагестан, дагестанский дом. И быть дружелюбивым со всеми народами. Его крылатые фразы, его крылатые слова, которые слышны не только в Дагестане, и за ее пределами. Его произведения «Журавли», его произведения, которые он написал «Мой Дагестан». Я, конечно, очень вдохновляюсь, когда читаю, когда слушаю произведения Расулу Гамзатову. Расул Гамзатович любил всегда вот таким жестом «Восхвалят наш Дагестан». «Дагестан, все, что люди мне дали, я с тобой честью разделю, я свои ордена и медали на вершине твоей приколю». Поэтому здесь именно образ Расулу Гамзатовича, образ журавлей, Балхар, образ горянки, женщины, Балхарской Мадонны, образ горянки, который несущий к уши, как хранительность очага. Здесь также кубачинские, гацатлинские, лакские мастера, все владели совершенствами этим штихелем, который обрабатывают. Также здесь представлены сумах и эти ковры. Также здесь прекрасный наш фольклор, музыкальные, народные инструменты, барабан и зурна. Также прекрасная горская архитектура, которая в наших селах, в каждом селе. И в целом это, конечно, мой Дагестан. Это каждый, который говорил Расулу Гамзатовичу, конечно, это наш Дагестан, это мой Дагестан. Мне кажется, каждый дагестанец, если будет вот так ценить, хранить память Расулу, память наших великих предков и любит, и такие снежные вершины, которые остаются свидетельными наших героев, их нет, но тем не менее они всегда любили эти горы, любил свой край, любил свой народ. И память, мне кажется, посвятил я вот это произведение, которое называется мой Дагестан. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!